так друзья мы на месте это открытая площадка небольшой автосалон ну есть много машин сейчас посмотрим по ценам видите единственный момент что ценники не висят под лобовым стеклом вот это не очень хорошо сейчас узнаю сколько стоит пятерка какого года x5 интересно volkswagen интересен интересная машинка британский флаг кожаный салон кабриолет огнетушитель даже есть вот друзья что нужно покупать посмотрите смотрим audi пробег 40000 2019 года дизель на автомате здесь камера память сиденья система распознавания знаков quattro салон не кожаная с такими вот сфическими вставками такая вот небольшая царапка задний климат-контроль тоже есть для пассажиров алюминиевые вставки колеса 19 а6 видите такая штучка чуть-чуть поцарапана сейчас вот на этой машине можно неплохо скинуть эта машина получится с ндс им с возвратом 33 тысячи долларов и плюс таможню если брать на россию в районе двух с половиной 2 700 российских рублей она выйдет таможни 19 года так друзья volkswagen есть 2019 года выпуска белого цвета сейчас посмотрим по этой машине с колесами зимними отдает 110 тысяч пробег и за нее хотят 18 с половиной тысяч долларов это с ндс с возвратом ндс 18 половиной тысяч долларов а если брать ее без ндс это она выходит 23 тысячи долларов с половиной двухлитровый дизельный мотор так volkswagen 110 тысяч пробег посад дизельный и дают колеса зимние кожаный салон стоп-старт так вот эта машина будет стоить в долларах 24 тысячи долларов с ндс тоже 2019 года audi a6 2019 года но тут обычный салон тряпочный но зато цена прям совсем интересная 24 тысячи долларов она выйдет меньше двух миллионов рублей на круг белый цвет 70 тысяч пробег audi a6 так ребят вот эта машина прям очень дешево выйдет меньше двух миллионов рублей с таможней здесь пробег 60 2000 на нет 79 560 километров новая торпеда как всегда памяти сидений нет но она такая пустоватая но зато очень низкая цена на эту машину интересно я бы взял вот такое очень дешево получается друзья есть еще x 5 2019 года за него хотят в долларах он получится 60 тысяч долларов дизельный трехлитровый двигатель такая машина будет стоить 60 тысяч долларов и пробег на ней чуть больше 70 тысяч километров три литра дизель но у машина уже это продалась она уже продана у него даже есть смотрите хоростальный переключатель даже у меня нет такого хотя у меня самая заряженная версия x5 m 625 лошадиных сил в общем друзья посмотрели машину audi volkswagen bmw вот эта пятерка уже продалась новом кузове не понравилось нам это audi вот я бы на этой площадке взял бы вот ту audi белую который показывал цена хорошая меньше двух миллионов где-то миллион 800 российских рублей 2019 года да она может быть пустая в ней мало опционала но зато цена очень дешевая за 19 год но я бы взял 70 тысяч пробег хорошая машина а эта черная машина она вся в сколах покоцанная поцарапанная ну так себе я бы мы не хотим ее брать мы приехали на самом деле вот такой черной машины не будем покупать потому что она очень не очень все друзья мы перемещаемся в другой автосалон на другую площадку так вот выглядят небольшие автосалоны в швеции держат их шведы это не официальный дилер но здесь зато также можно вернуть ндс 20 процентов по грузовикам еще сделаем ближайшее время обзор грузовые автомобили есть возможность посмотреть площадку где продаются тягачи кстати интересно получилось с этим домом на колесах фиат ребята знакомые узбеки которые работают швеции купили себе эту машину я их уговорил ее перепродать в армении или в россии они себе хотят взять побольше то есть на 8 человек это уже большой такой дом на колесах тем более сейчас кончается сезон в швеции можно купить на 20 процентов дешевле а если очень хорошо поискать за те же самые деньги то есть за 50 тысяч евро это будет год 2014 15 посвежее так что если вы хотите взять себе дом на колесах большой это можно сделать буквально в течение месяца двух цены упадут и можно без труда заказать это будет 13 14 15 год в районе 50 тысяч евро получится эта машина единственное что возврат ндс а будет сложно с этой машины потому что мало кто берет данные автомобили на компанию то есть собственник будет физлицо кстати это считается в швеции высший пилотаж куда у вас есть дом на колесах значит что вы уже перешли в состояние среднего класса все друзья спасибо большое увидимся всем пока